Нормалёк, доделаешь. Значит, потом возьмёшь бирюзовенький и прямо в эту среду лодочные движения, лодочные, упаковываешь. Синечку возьмёшь, лодочные движения упаковываешь. Создашь идею множества колебаний. Хорошо? Давай. Очень. Всё очень приоченье. Вот мне подсказался. Ну, честь и хвала. Чуть-чуть с красниночкой для облаков. Можно чуть-чуть даже и с розовиночкой. А вот они здесь не совсем такие яркие, да? Да, смотри. Вот эти облачечечки. Положила, раздавила. Сверху чуть светлее, сверху чуть светлее. Сначала в подкладочку вот эту красниночку, потом чуть светлее. Нашвыряешь, нашвыряешь вот эту полосатость облаков. А вот у сиреневых потом. Причём, смотри, вот нечаянные звуки. То есть я не слесувал каждый звук. Нечаянные. Ну, красиво же, облаковинно. А вот стихи выстащут. И нормалёк. Наверное, выстащут. Хорошо. То же самое. Сначала более румяно. И раздавила. Вот они сияют, то, что надо. Потом пальчиком возьмёшь что-нибудь вот такое-нибудь, фиолетоватое. И начнёшь нагонять теневые проявления облаков сюда. Вот так, дымочечек этот. Смотри, какой вкусненький. Правда? Угу. То есть он не плотненький, он, наверное, такой длинненький. Ну, можно чуть-чуть плотнее, можно чуть-чуть. Но важно, чтобы это был дымочечек. Угу. Что касается самих волн, начнёшь создавать идею вертикали. Сначала можно вот так вот разгрести. Угу. Разгрести. Понагнать туда нужный цвет. Бирюзовый с жёлтым. Прямо понагнать, понагнать. На штриховый вонигем мастихина. Понагнать. Вот этот светечек. Здесь по этой траектории совершить. Вот по этой. Ты видишь, я даже всю краску не стёр, для того, чтобы она чуть-чуть поперемешалась в дороге. Угу. Чтобы она чуть-чуть поперемешалась. Только более холодный, вот этот разбил возьмёшь. Вот этот похолоднее сверху, который, да? Чуть похолоднее, да. Он не такой прозрачный, но поплотной, да? Вот так, да. Вот они. Вот они эти заворотики. Бескоричневого. Потом берёшь, сгребаешь красочку. Делаешь разбил ультрамарина. Белый в тени в солнечный день, синий, сиреневит. Берёшь ультрамаринчик. И загоняешь, раздавливая. Раздавливая. Вытираешь. Мастихин снова наполняешь. Вот они. Раздавливая. Прикольно. Чуть-чуть агрессивный характер направления. То есть такой падательный. Темнилочку. Голубой-коричневый. Голубой-коричневый. Темнилочку туда подгонишь. Сюда загонишь, да? Немножечко толкнёшь это по направлению плоскости. Давай так. Щупай. Сосил. Вот она. Потом взяла, подчикала чуть-чуть. Итак, напоминаю, что вот здесь синька. По вот такой траектории. Нападательной траектории. Вытерла мастихин. Доупаковала. А сверху уже освещенная. Вот она оттуда, да? Эта волна. Вот так идет. Смотри. А сверху уже освещенная. Согласны? Выглядит, что-то как сделает. Но она как-то вот эта... Это там брызгит. Да. Это уже не волна. Да, брызгит пену. Вот здесь чуть-чуть освещенности. И идея лодочных. Лодочных. Наблюдая. Если какой-нибудь элементик красиво произошел, то совсем не обязательно его делать точно таким, как там. Здесь уклон. Уклон мощный. Уклон. Вот такой уклон. Цвет немножечко точнее. Холодненький там цвет. Да? Это синие пены. Синие. В тени. Синие. Вот они, синие пены. Вот они. А здесь на свету оранжевые, белые проявления. Но прежде чем вот это сделать, можно еще подложить теплотиков. Вот это теплотиков. Да. Прямо вот так, глянцево. Ага. С оранжевинкой даже. Вот такое глянцевое. Тут уже много танцев. И сверху на нее, на этот глянец, пеночки. Ладно? А как-то мушки потом? Или считайте... Ну, можешь обозначить их. Вот здесь где-нибудь это делают. Прикольно. Часть гор можно прямо такими и оставить. Согласна? Да. А часть добавишь чуть-чуть цветика. Вот там кисточку маленькую возьмешь вот там. Потом их добавишь. А часть пусть прямо вот такими выбритыми и будут. Как технический шик, когда ты не утруждалась над ними. А вот здесь кисточкой добавишь. Вот. А какой вот? Вот этот вот цвет, да? Ну, идем. Грязный. Ага. Ой-те, ой-те. Ой-те, постеснялась как. Постеснялась горы рисовать. Вот такими горными. Такие маленькие бугорочки. Накалял куда? От страха. Ой-те. Ой. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну, йодистый цвет нашла, так что все в этом смысле хорошо. Ну, побоялась дать размер. Смотрите продолжение в следующей серии. Не произошло бы эффекта дали. А дали у нас сиреневит, синий. И поэтому, прибавляя к ней цвет, как бы приличный для переднего плана, он вписался, все идеально. Так, камушечки. Вот это называется забитые в угол, зажатые в угол. Камушки тоже имеют свои права в картине. То есть, все в картине стремится к центру композиции. Надо к этому привыкнуть, решиться однажды на это. Ну, в смысле, запомнить это. Все стремится к центру. Камушки. Все стремится к центру. В общем, все остальные. Камушки. Аплодисменты. Камушки. Дальше. Камушки. Как это называется? Симпросматильный. Правильно. Смотри, некоторые вещи уже узнаются, да? То есть уже некоторые вещи мы начинаем узнавать у других. Сами еще, может, не всегда успеваем их подложить, но узнавать узнаем. Причем не положи я там свет из-под теневой, была бы скучнятина. А так сразу он в пространстве, да? Он здесь, а оно там. Давай, наполняй вот это содержание по направлению поднятия. А вот это место, правильно? Здесь я чуть-чуть еще. Сейчас еще это уберем. Ага. Немножечко. Немножечко. Богачий силуэт сделаем. Слишком причесала. Причесывала, причесывала и довела до однородного состояния. Да вот я вот вижу, что там этот переливчик. Только как его сделать? Смотри, ну не доводить до однородного состояния. Подзаболеваю. Подзаболеваю. И приходит светик. Вытираем. Адаптируем. Прикольно. Ты видишь, да, какая зигзагина. Ага. Смотри, как они нападают, нападают, нападают. Правда? Ага. Продолжение вам. Ну давай. Если потом время останется, сбреешь этот кусок, попробуешь сама. Ну что ж, осмыслить его. Ну сначала делаем все. Вот эти жидкие, но они получились. Да, их надо тренировать. То широкие, то тонкие. То есть в первый раз, конечно, они не самые сладкие происходят. Но потом, когда несколько раз это уже, но в этом случае очень много людей освоили эти несложные. А главное, что замечательно, с ними очень легко осваивать мастихин. А они произвольные. Они произвольные. А произвольность дает возможность... Да, они вот здесь же, вот не только вот лодочные, они между собой. Я вот пыталась это сделать. Ну да, да. Ну, можно кистью потом по-сухому вот эти дырочки донаполнить. Понятно. Но можно и упростить до... Особенно до некого хламника. Поэтому рекомендую просто густоту со чвяком. Чвяк дает эффект множества. Густота и чвяк дают эффект множества. Вот эти. Вот это множество. Помнишь? Я туда темненько подсунула. Ой, как. До фотографии вообще. Согласна? Угу. Ну, подойдите. Я считаю, что можно. Пришли. 9-12-1. Как бы сливается со следующей волной, да, немножечко? Да, да, да. Чтобы она не отдельно таким пуском была, да? 9-12-1. 8-12-1. 9-12-1. 9-12-6. 10-12-1. 10-12-1. Да? Угу. Угу. Это испанский художник какой-то. Мерцалочки. Ну что, они продолжают свое присутствие. Молодец. А как нужно таких подписчиков ставить? На камнях. Знаешь, как на камнях в Крыму пишут? Здесь был в Азии. Или маркером. Препешу, а он очень любит. Дожди.